Ну что, друзья, всем привет! Это новый выпуск канала One Moscow. Вам кажется, что мы приехали куда-то за город, а мы на самом деле находимся в Москве, в 20 минутах от центра города. И сегодня расскажем про проект, про который наверняка многие из вас не знают, где можно совмещать жизнь вот таких классных природных местах и активную жизнь в городе. Смотрите до конца. Поехали! Друзья, ну что, мы с вами находимся на локации. В этой локации находятся несколько жилых комплексов. По левую руку от меня находится город на реке 2018. Это первый проект, скажем так, застройщика. По правую руку от меня находится проект Ростех Сити. Его проектировала, кстати, компания SOM, которая проектировала здание Бурж Халифа в Дубае. И обратите внимание, какой красивый клинкер. Похоже, что это как будто там Savin River Residence или что-то вот типа кленового дома на Остоженке. То есть такая очень красивая яркая архитектура. Здесь такие клубные небольшие офисные здания. Это бизнес-парк Ростеха. Кажется, вроде Тушино, да, а вот по картинке похоже на Остоженку, на Халовнике, на что-то такое. Это действительно для меня было удивление, когда я первый раз сюда приехал. Также здесь есть Алия, которая находится за Ростехом, по правую руку идет в сторону набережной. И проект Pico Holland Park, который находится как раз между городом на реке и проектом Primavera, о котором мы сегодня как раз говорим. Многих Тушино, да, и вот вообще Стрешнево, Покровская Стрешнево ассоциируется с чем-то очень, скажем так, неблизким от центра. Но если мы с вами реально посмотрим, за сколько мы доедем до ключевых точек в городе с этого места, мы получим следующие цифры. 20-25 минут до Сити, 18-25 минут до центра, до Белорусской, абсолютно бессветофорная среда, до Волоколамка, переходящая в Ленинградку. Утром и вечером есть небольшая пробка, но вы можете прибавлять к этому времени, которое я обозначаю, в пробочное время, там, от 7 до 15 минут. В среднем мы засекали, там, 9-10 минут есть затор, все остальное время быстро едет. При этом в другую сторону, в Шереметьево, 25 на автомобиле. И, опять же, это очень круто, если, например, даже вдруг возник какой-то транспортный коллапс, не знаю, например, там, загруженный день. В 5 минутах находится метро Спартак, вы спокойно прыгнули в метро, доехали абсолютно до любого места. До Ходынки можно доехать, там, до авиапарка буквально за, там, 15 минут. То есть любые торговые центры, метрополис в том числе, да, тоже очень близко. По факту у нас все параметры бизнес-класса, все параметры локации, которая для современного человека абсолютно топовая. При этом, что очень важно, если мы с вами посмотрим мой любимый Запад, помните наш обзор проектов возле Воронцовского парка. Я, правда, люблю это место и там свои атмосферы, знаю, что многие люди хотят там жить, но при этом там будут цифры в два раза умножены на эти, да, то есть до аэропорта долго, потому что загружено, ну, может быть, до Внуково только более-менее. До центра 40 минут, не меньше, да, даже от Раменок, там, может быть, от Масфильма только поближе, да, уже от более премиальных локаций на Западе. Если мы возьмем, например, Восток-Повелецкую и локацию Нагатина, там мы получим еще большие цифры, там, скорее всего, это выбирают локации люди, которые там уже обособлено в том районе, ближе к Востоку живут. Поэтому по факту получается, что кроме третьего транспортного кольца и локаций, приближенных к трешке, типа Шелепихи, Пресни, непосредственно Ходынки, это такая полноценная локация, да, где может появиться бизнес-класс, где могут вселиться люди, которые должны быть мобильны. И для многих это будет неким мифом, и даже то, что я говорю, будет казаться нереальным, там, кто-то будет даже спорить, пожалуйста, без проблем, ну, от фактов никуда мы не уйдем. Вообще, если говорить про это место, откуда это пошло? Вообще, откуда взялся такой огромный участок земли, по сути, вырос новый кластер, которого в Москве нет, да, потому что вот все, что мы посмотрим с вами, даже там Шелепиха, Филии, Запад, локация Нагатина, да, там везде будет либо, например, просто огромные куски земли, которые застраиваются, даже там, например, где строится Шагална, Агатина, Зилард, там вроде бы тоже новый кластер, но он еще не построен. Был владелец земли, это было Тушинское аэрополе. Первое, то, что здесь было построено, это стадион Спартак, метро, да, и дальше уже, собственно говоря, часть земли была отдана ФСК под движение Тушина, часть застройщик сам строил город на реке 2018, часть отдали Алие и часть Пику. И, собственно говоря, остался самый сладкий кусок земли, это как раз кусок земли, до которого мы дойдем вдоль набережной, там как раз, где строится проект Примавера. И это, наверное, самый лакомый кусок земли, который завершает всю эту, как бы, огромную территорию. По сути дела, уже сейчас это полноценный жилой красивый район с Ростехом, с большим красивым бульваром, с огромным количеством инфраструктуры, который уже сейчас абсолютно пригоден для жизни. То есть вам не надо ждать 24-го, 25-го года, вам не надо ждать, пока сделают набережную, как вот мы, например, в Онле два года ждем, пока нам сделают у берегового набережную. То есть вы ничего не ждете, вы живете здесь и сейчас, и это, на самом деле, в современном мире очень важно. Особенно, когда я сюда первый раз приехал, да, я увидел красивый бульвар, я увидел абсолютно эстетические европейские здания, то я такого реально нигде не видел. То есть если по факту мы посмотрим реальную практику, мы не найдем вот это вот, чтобы была и транспортная доступность, идеальная, да. И чтобы была вода и чтобы была вся инфраструктура. То есть это делает это место абсолютно уникальным, не похожим ни на проекты даже в Центре, да, ни на проекты, там, например, где-то в районе Третьего Транспортного Кольца, ни на проекте, например, там замка, там, потому что там где-то есть, например, если мы посмотрим кластер Сколково, есть где-то такие красивые зеленые проекты, но они находятся реально слишком далеко и они, скажем так, не полностью попадают в потребность вот этого современного динамичного человека которому нужно нужно как быть прямо сейчас и экология и инфраструктура и логистика если говорить про инфраструктуру и застройщики всегда говорят ждите ждите 24 25 26 год здесь действительно все включено давайте по пунктам здесь с точки зрения детской инфраструктуры уже есть центральный бульвар здесь есть две школы два детских садика прям совсем рядом то есть в городе на реке 2018 уже около 3000 семей живет работают все дороги при этом вот мы приехали вы не видите огромного количества трафика там кучи людей кучи машин абсолютно нет такого и даже когда заселится алия и построится primavera здесь будет достаточно комфортный кластер потому что он уже проектировался как современный умный город с полной готовой инфраструктурой уже сейчас есть несколько ресторанчиков вкусвилл магазинчики можно перекусить открыты кофе точки для детей кроме школы садиков которые уже работают есть вот буквально в 7-8 минутах ходьбы чкалов арена там есть открытый каток огромное количество спортивных секций а возле стадиона спартак есть спорт школа скоро будет открыт теннисный центр формат без машины он здесь актуален потому что ну зачем вы можете на метро ездить на работу в центр а можете на такси на машине без проблем да внутри можете передвигаться например там на велосипеде на самокате территория здесь достаточно большая но при этом и пешком можно ходить безбарьерная среда с точки зрения прогулок то есть вот бульвар он реально от волоколамки идет просто до самой воды то есть здесь можно ну как минимум там 15 20 30 минут только там по бульвару гулять ходить тут есть уже готовые вот такие вот всякие штуки потому что часто даже в центре например есть какая-то скудная детская площадка на которой ничего нет здесь как вы видите уже все есть и можно жить здесь и сейчас но когда сдастся алия когда финально сдастся примавера появится несколько премиальных ресторанов появятся еще магазины клиники дополнительные коммерческие помещения будут заполняться арендаторами и собственно говоря это будет полноценный такой умный кластер до который отвечает всем современным требованиям мы с вами пришли к доминанте этого красивого умного города к проекту примавера обратите внимание на количество кранов я приезжал буквально неделю полторы назад был еще не было видно даже вот второго этажа сейчас обратите внимание проект продается на самом несколько месяцев большому счету но уже чуть ли не там третий этаж льется монолит это очень быстро то есть вот на самом деле если мы посмотрим многие стройки многие там год на котловане да немножечко там ковыряются да долго выходят здесь очень быстро застройщик вышел из котлована уже активно льется монолит и по моей информации уже к концу года прямо домики уже будут как бы оформлены с этой стороны бульвара у нас будет первая очередь это две башни ну сложно их надеть башнями они всего 22 этажа это на самом деле по меркам москвы где очень много 30 40 этажных строений это небольшие домики в первую очередь и порядка ну где-то в районе 250 квартир всего 2 3 4 очередь находится по левую руку от меня если мы повернемся у нас будет хорошо видно алые паруса которые находятся по сути дела ну на щукинской да но это достаточно близко а при малые паруса долгое время считались таким элитным проектом при этом расположение вот здесь и формат но это гораздо более комфортно и более современное до места для жизни если говорить про вот эту часть бульвара она самая приятная потому что обратите внимание уже есть жизнь детей много детские зоны обратите внимание уже сейчас сделаны идеальные покрытия мы видим что качество как бы исполнение бульвара а качество газона она очень высокая вот так можно сесть почитать книжечку здесь и сейчас опять же беговые дорожки отдельные как вы знаете да те кто занимается бегом вот бегать идеально по такому покрытию потому что если вы бегаете по плитке можно получить проблемы со спиной с позвоночником да но это можно делать периодически но если вы постоянно бегаете этого лучше не делать сейчас еще только-только начал строится проект уже это все готово то есть вы прямо сейчас уже можете этим пользоваться я на самом деле постоянно это повторяю потому что кому-то покажется что это как бы нормально ничего там такого нет но на самом деле когда приезжаешь куда-то на стройку жилого комплекса который сдается там 24 25 году ты там ничего такого близко не видишь заканчивая про первую очередь прямого рак я уже сказал 250 квартир это фактически класс премиум потому что например если говорить там про конкурентов про холланд парк про город на реке пролию и так далее это скорее такой комфорт плюс может быть алия там как-то бизнесу относят ближе да но тем не менее это 10 такой премиум потому что это вода эта инфраструктура даже по архитектуре вы видите да что сильно отличается от того что здесь есть при этом рядом нет никаких хрущевок как в хамовниках например да никаких там старых домов промзон то есть только исключить новые дома при этом даже если мы посмотрим там на холланд парк да например это пиковский проект который отличается все-таки визуально он например там более приятный чем там бунинские луга или там матвеевский лес в целом по эстетике все очень приятно здесь будут лобби 6-метровые потолки будет премиальный ресторан будут коммерческие помещения будут лаунж зоны для жильцов до 100 потолков квартирик тоже чуть больше трех метров есть балконы есть уникальные форматы квартиры с террасами и так далее и при этом мы уже сейчас выступаем по эксклюзивным партнером застройщика то есть мы фактически являемся отделом продаж застройщика что обычно воноску мы приходим с вами как с клиентами на офис продаж как партнеры до проводим встречу здесь мы сами проводим встречу сами продаем мы имеем возможность даже там вывести какой-то интересный лода под ваш запрос и соответственно в первую очередь уже сейчас активно заключается дду здесь небольшой я уже сказал всего там 250 квартир то есть это маленький объем для такого проекта и он сейчас будет активно вымываться и мы подходим главный доминанте этой всей истории вот моему самому любимому месту да это огромная набережная природная мы сейчас еще с вами к воде спустимся поэтому смотрите до конца здесь опять же не когда-то а уже летом следующем полностью сдастся вот эта зона то есть это музей православия это собор и часовня да и несколько еще таких построек которые в этот храмовый комплекс включены по ощущению они сдадутся сильно быстрее чем летом двадцать третьего года то есть до сдачи еще первой очереди здесь уже все будет готово вот здесь строится как раз уже вторая очередь во второй очереди у нас по моему там чуть больше трехсот квартир там шесть корпусов они будут небольшие прям будут даже малоэтажные форматы будет форматы как в первую очередь 22 этажа вторая очередь сейчас происходит старт продаж сейчас фактически первые цены если первая очередь у нас где-то стоит там среднем 400 420 за метр есть хорошие лоты то в первой очереди можно найти соответственно там и за 350 и за 307 за 380 то есть это в принципе цена там чуть выше чем например там даже тот же продает там пик холланд парк у нас во второй очереди сейчас есть квартиры за 15 8 за 16 даже апартаментные проекты бизнес-класса в очень таких слабых местах то это существенно дороже здесь премиальный проект фактически по цене бизнес-класса прошлого года я когда увидел цены локацию у меня картинка сложилась я понял что мы сейчас будем активно заниматься этим проектом будем рассказывать про это место потому что до моего приезда сюда фактически я вообще не представил что такое существует то есть я думал что это существует где-то только где-то да не в москве но сейчас я понимаю что это несет такой уникальный формат который только в этом месте пока реализован мы фактически показываю сейчас эксклюзив сюда еще не совсем можно проходить но мы прошли и мы для тех клиентов кто захочется добавить тоже вас сможем провести мы по сути дела сейчас находимся напротив второй очереди то есть первая очередь у нас находится как раз за храмовым комплексом а вот эта часть набережной которая находится напротив 2 очереди это как раз вот здесь вот здесь каждая зона напротив каждой очереди будет например там одна зона будет досуговая одна детская одна там например оздоровительная вот здесь именно будет детская зона то здесь тоже будут батуты детские площадки будут естественно беговые дорожки и вот эта часть уже будут будет готова к концу первой очереди где-то через полтора года здесь уже полностью все благоустроится да и будет красивые прогулочные зоны при этом часть деревьев здесь все это будет сохраняться Мы пришли к главному, наверное, природному ресурсу возле этого места Это непосредственно Москва-река, ее очень широкая часть И самое главное, цвет воды То есть если, например, мы посмотрим на Шелепихе или где-то в центре города Вода будет другого цвета Здесь песочек, абсолютно красивая водная гладь Ходят периодически катера Возможно, даже здесь будет остановка То есть можно будет, например, по водному такси сить и до сюда за 20 минут доплыть до забора То, что мы с вами видели Там будет благоустроенная зона Она будет очень зеленая, яркая Там будет тоже очень много птиц, бабочек А вот именно эта часть, буквально, наверное, 15 метров ближе к воде Эта часть природоохранная зона Здесь ничего нельзя трогать Здесь, по сути, можно только сделать небольшие, более широкие дорожки, тропинки Но при этом здесь все облагородится, естественно И, что самое главное, эту набережную не укатают в бетон, в плитку Как на Шельпихе, как в Зиларте Напротив, в Строгино Та часть, она тоже очень красивая При этом вот эти дома, которые вы видите старые В них тоже очень высокая цена И вообще в Строгино многие хотят жить Смотрите, вы выходите из дома Берете кофе или, например, бутылочку вина вечером Приходите и просто наслаждаетесь вот таким вот красивым местом Вот такой опции точно нигде не найдете Ну, многие вспоминают известный проект «Донстроя» под названием Не буду говорить, да, сами догадаетесь Но, опять же, еще раз подчеркну, что здесь готовая инфраструктура Там инфраструктура будет появляться в течение 50 ближайших лет И то не факт, что это будет так быстро, да, с учетом всей ситуации Здесь нет рисков в том, что что-то там не построено Здесь уже через год будет стоять первый корпус, да, и вторая в последующую очередь будет потихонечку, собственно говоря, строиться И вы заезжаете и живете здесь и сейчас, да При этом наслаждаетесь природой У вас такой микс загородного формата и активной жизни в городе Где вы там за 20-25 минут можете доехать до сити, до центра Здесь действительно такое вот какое-то ощущение умиротворения, жизни, спокойствия Вот видите, катера, байдарки, тренировки То есть такая активная спортивная жизнь при этом с действительно такими природными нотками Потому что я вижу огромное количество птиц, я вижу бабочек Чего я, например, у себя на Шелепихе в Филях не вижу Хотя я прихожу в Филевский парк 10 минут пешком и там тоже вроде бы красота И тоже вода, да, но вот нет вот этого ощущения именно такого природности Это все-таки такой классический городской парк А здесь есть вот эта немножко все-таки такая загородная аура, природная аура Ее здесь больше, я ее чувствую Вообще у меня какое-то такое ощущение было, что я когда сюда первый раз пришел Мне казалось, что, то есть я когда вот смотрю вот на это, да Мне кажется, что я куда-то приехал в Сергий в Посад Потому что там ты приезжаешь, мы один раз с женой ехали из Нижденовгорода Слушайте, давай заедем в Сергий в Посад, там через Владимир дорога идет Ну давай заедем, просто там пообедаем, погуляем до пару часов И мы приехали, запарковали машину, были как раз с дочкой, с ребенком И просто вышли, и там вот сидели в ресторанчике И там прямо такая вода, и видно несколько церквей И прям красиво И вот здесь какая-то такая отсылка у меня была туда, к Владимиру, к Сергею в Посаду К каким-то таким городам То есть нетипичное чувство в Москве Я вот люблю ловить такие вещи, потому что мне кажется, что когда вы сюда приедете Когда вы будете выбирать проекты, да, смотреть места для локации, для жизни Вы наверняка вот ловите такие моменты, какое-то ощущение, которое у вас было где-то, да Это частично значит, что это место энергетически ваше, оно вам подходит Друзья, как я уже сказал, мы представляем отдел продаж застройщика То есть можно прямо с локации к нам приехать Тут находится Настя Коннова, это один из лучших брокеров компании Ван Москва Она у нас, соответственно, здесь находится на объекте Настя, привет! Здравствуйте! Значит, скажи, вот мы уже несколько дней занимаемся объектом Да, сейчас уже активно, там за несколько дней у нас, по-моему, около 9 броней Какие планировки больше всего пользуются спросом? Ну так как это более семейный проект, то рассматривают большие площади В основном это 2-3 спальни Чтобы вы понимали, даже первую очередь, мы сейчас уже вторую бронируем, она еще чуть ниже То есть, например, мы можем на третьем этаже, это фактически пятый, да То есть вот такую 80-метровую квартиру посмотреть Она фактически на две стороны Да, здесь вот угловое панорамное остекление И я так понимаю, что сейчас у нас действует спецпредложение 5% И на первую и на вторую очередь при бронировании Соответственно, то есть эта квартира где-то будет в районе 28 миллионов То есть 350 за метр, 80 метров Кайф! А если, например, мы посмотрим какие-то уникальные форматы Прямо с террасой, они тоже есть, соответственно? Да, но их нужно будет под запрос сделать В открытом доступе их как бы нет Либо это будет мини-терраса, ну то есть там порядка 5-3 метров Можно посмотреть там евро-двухкомнатные 55-60 метров С видом либо на церковь, либо на набережную Можно выбрать У нас во второй очереди сколько сейчас цена минимальная на таком 16-800 можно будет выбрать Это будет идти 48-49 квадратных метров У нас есть полностью панорама То есть вот обратите внимание То, что мы показывали вам напротив Строгино То есть можно из каждой квартиры посмотреть вид Можно, например, там выбрать 14-й этаж 18-й этаж, допустим, можно день, ночь Да, у нас, кстати, много квартир Можно выбрать с патио, под запрос, с террасами Есть потолки где 4-6 метров Ну вот как пример, да, вот получается С двумя небольшими террасами Три стороны 79 миллионов, еще минус скидка на 12-м этаже 100-150 метров То есть, ну, в принципе, такая топовая Семейная квартира для людей У которых, например, там двое-трое детей Да, но можно будет подобрать Повторюсь, чтобы террасы были там в районе 20 квадратных метров Просто на сайте не указано Если хотите, чтобы что-то эксклюзивное То есть можно к нам прийти Кому понравился обзор Те, кто хочет прийти к нам в офис Посмотреть презентацию, погулять здесь на локации Приходите, Настя и наши другие ребята вас встретят В общем, все будет очень качественно, адекватно И если нужно будет, например, какой-то лот под вывод Соответственно, мы можем у застройщика запрашивать, выведем И если, например, там нужна ипотека То есть сейчас, Настя, вообще абсолютно все виды ипотеки есть на объекте? Есть какие-то ограничения? Да, есть также дополнительные субсидии То есть действует у нас IT-ипотека Есть семейная ипотека Можно сделать в МКБ на полтора процентов На весь срок кредитования без удорожания Можно сделать порядка на 30-40 миллионов Подставку в районе 8% от ВТБ И если, например, еще говорить про рассрочку Можешь тоже пару слов сказать? Можно выбрать без процентов, но нужен минимально 30% первый взнос Это будет на полгода 50% на год ежемесячно, либо ежеквартально Либо, если у вас меньше первый взнос, то дополнительно нужно будет рассчитать Там будет небольшое дорожание Вообще, в принципе, можно будет дополнительно согласовать условия, какие будут удобны для клиента Ждем всех на проекте В общем, пишите В описании есть контакты Можно прям провалиться в мои контакты, написать Primavera И мы вас пригласим на просмотр, отправим классные условия Тем более, сейчас прям самый старт второй очереди Самые такие интересные цены Поэтому welcome!